В разные моменты истории в мире существовали общепринятые языки. Первые цивилизации предпочитали финикийский. После завоевания Александра Македонского везде говорили на греческом. В наши дни английский стал логичным решением для всех вопросов жизни, будь то карьера, путешествия, обучения или общения с людьми из разных стран. А подтянуть свой уровень легко вместе с онлайн-школой Wall Street English. Сегодня каждый может выучить английский онлайн в международной школе и с финансовой гарантией результата. Двери онлайн-школы открыты студентам по всей России. Только Wall Street English позволяет посещать разговорные занятия с учителями-носителями языка и студентами из других стран – Канады, США, Израиля и других. Языковая практика происходит самым комфортным для мозга способом. Вы учите английский так, как учили бы его, родившись в англоговорящей семье. Сначала слушаете и говорите, а после этого начинаете писать. Еще одна крутая фишка онлайн-школы – максимально гибкий график занятий. Wall Street English предоставляет расписание разговорных уроков на 22 часа в сутки. Если вы работаете почти без выходных, находитесь в путешествии или отпуске, даже в этом случае вы с легкостью можете выучить английский онлайн. А прямо сейчас вы можете забрать в описании три подарка. Во-первых, это онлайн-тест, который покажет ваш уровень владения языком. Во-вторых, бесплатный VIP-урок, который поможет освежить ваше знание английского и продемонстрирует онлайн-метод Wall Street English. Ну и в-третьих, это 30-процентная скидка на курс. Получить все подарки и начать свой новый путь в изучении английского вы можете, перейдя по ссылке в описании. Великобритания – крошечный по меркам планеты островок. Но именно он по странному совпадению вечно оказывается в центре событий. Поэтому история Британии – это невероятно интересная и полезная для кругозора вещь. Ведь зная ее, можно понять, почему пал Рим, из-за чего началась эпоха колоний и как на свет появились США. Обо всем этом мы и поговорим в ближайшие пару минут, сразу после вашего комментария о том, историю какой страны мы делаем следующей. А наше путешествие начнется где-то в 900-1000 году до нашей эры. ДНК исследования показывают, что даже так давно представители рода Homo гуляли по Британии. Забавно, что отпечатки человеческих ног, найденные в английском Хейсбора, считаются древнейшими во всей Европе. Правда, периодически люди оттуда уходили из-за ледниковых периодов, превращавших территорию в тундру. Островом Британия еще не была и соединялась с материком своеобразным мостом, который ученые называют Доггерленд. Вся история Британии в Палеолите так и выглядела. В потепление люди и даже неандертальцы приходили туда пожить, а в ледниковые периоды уходили на юг. Считается, что окончательно обосновались наши предки в Британии где-то 12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового максимума. За ним последовал теплый голоцен и появились первые постоянные поселения. Считается, что представителей кресвельской культуры можно назвать просто англичанами. Их жизнь где-то в 10-тысячном году до н.э. была похожа на жизнь жителей Северной Европы. Но все изменилось, когда 9,5 тысяч лет назад Ирландия откололась от Британии. А 8 тысяч лет назад и сама территория откололась от Европы, превратившись в остров. Благодаря хорошему климату люди заселились даже в Северной Шотландии. И в основном занимались кочевничеством и охотой. Первые намеки на сельское хозяйство и одомашнивание животных в Британии датируются 4500 годом до н.э. А цвет кожи жителей многих может удивить. ДНК-анализ человека из Чеддара, жившего как раз во время отделения Британии от Европы, показал, что был он темно-коричневым, с темными вьющимися волосами и голубыми глазами. К слову, ДНК этого древнего жителя Европы сейчас можно встретить лишь у 11% жителей. Это вообще забавная история, ведь лишь 21% современных жителей Великобритании имеет предков среди тех самых первых поселенцев, пришедших в конце ледникового периода. А целый 51% это потомки ребят, заселивших Британию уже к моменту, когда она стала островом. Самый большой процент исконно британских генов есть только у жителей Уэльса. Ну а из других новостей, где-то тут же, в 3000 году до н.э. ребята построили Стоунхендж, начали добывать кремний и активно торговать даже с отдаленными территориями. Бронзу британцы освоили где-то к 2150 году до н.э., а в 1600-м открыли залежи олова, которым на секундочку снабжали всю Европу, что говорит не только о развитой промышленности, но и о навыке постройки судов. Благодаря этому процессы миграции продолжились. В Йорке вообще нашли останки мозга человека, жившего где-то в 500 году до н.э. и являвшегося переселенцем с Ближнего Востока. Но самая большая группа мигрантов – это кельты. Зародившись как этносы в Германии и Франции, кельты расселились по всей Европе. Одновременно с ними из Южной Европы в Британию проникла технология обработки железа, а заодно и название жителей острова. С этим вообще связана забавная история, ибо Цезарь в своих записях отмечал, что люди, известные римлянам как галлы, на самом деле называют себя кельтами, а их, в свою очередь, жители других территорий называют бритами. В общем, разобрать, кто кельт, а кто нет, почти нереально, и это до сих пор вызывает у ученых жаркие споры. Достоверно известно лишь то, что название «Претань» народу дал греческий путешественник Пифей. Он посетил Британию где-то в 325 году до нашей эры и описывал ее жителей как мастеров выращивания пшеницы, а еще торговцев, ведь остров оказался жутко как богат на полезные ископаемые. Как таковых государств в Британии еще не было. Лишь в 175 году до нашей эры в Кенте, Эссексе и паре других областей на юге Англии возникли достаточно большие населенные участки, которые можно считать первыми городами. Говорили там в основном на Кельтском, но встретить можно было как римлян, так и жителей Германии, которые в Британию мигрировали особо активно. Миграция, а заодно и богатая история торговли жителей острова с континентом и стали причиной, по которой на территорию положил глаз Рим. Историки считают, что последней каплей стала помощь бритов Галлам в их очередном восстании против Римской империи. А еще в 55 году до нашей эры Цизарь взял два легиона и неплохо надрал бритам зад. Ведь, как мы уже упоминали, в основном населена Британия была мало связанными племенами, да еще и отстающими от римлян в техническом плане. Через год Цезарь нанесет острову еще больший урон, но, забрав контрибуцию, вернется на континент. Окончательно провинцией Рима-Британия станет более чем через 100 лет. Но еще со времен Цезаря начинается активная торговля и фактическая зависимость острова от империи континента. Которая, к слову, на местных жителях толком не сказалась. Они и раньше торговались европейцами, а язык и культуру римляне завоеванным территориям особо не навязывали. Все случалось само по себе, и к первому веку нашей эры Англия была романизирована. Но не вся Британия, ибо шотландские варвары в последующие столетия здорово попьют крови римским легионам. И для отражения их набегов лично императорами будут построены настоящие оборонительные валы. Ну а с падением Рима в середине первого тысячелетия нашей эры началось самое интересное. На сцену вышли те самые англо-саксы, предки огромного количества жителей современной Англии. И по традиции, что англы, что саксы – это германские племена. Те самые, что стали одной из причин развала Римской империи. Для Британии это вылилось в аналогичное завоевание, которое закончилось ближе к VII веку. И завершилось тем, что англы и саксы покорили территорию современной Англии. В этом, к слову, лежит и корень внутренних противоречий на британском полуострове, которые сохраняются и по сей день. Ведь шатландцы, ирландцы и валийцы англо-саксами завоеваны не были. Де-факто они являются непобежденными потомками кельтов, что дает им повод для гордости. Но как ни крути, кельты все же были племенами отстававшими в развитии. А англо-саксы запилили в Британии целых семь мини-королевств, которые позже объединились, впервые в истории назвав себя Англией. Королем единого государства был назначен Альфред Великий, который отметился тем, что проиграл первую же значимую войну. Ведь в конце VIII века на арену вышли викинги, которые первым делом покусились на сладкие территории Южной Британии. Новоиспеченное королевство Англии отчаянно сопротивлялось, но в итоге был заключен мирный договор, по которому Лондон и весомая часть земель отошли к викингам и стали известны под названием Данелаг. Лишь в 1018 году англичане смогут забрать свои территории назад. Но опять же Шотландия, Уэльс и Ирландия продолжали жить по своим законам и устоям. Ну а спокойная жизнь без попыток европейцев покорить Британию не продлилась и 50 лет. В 1066 году Вильгельм-завоеватель уничтожил Саксов в битве при Гастингсе. Норманны, представители герцогства из Северной Франции, стали править Англией. Пусть некоторые историки и считают, что о завоевании речи не идет. Ведь последний из независимых королей Англии, Эдуард, родился в Нормандии и долгое время там жил. Поэтому забравший страну Вильгельм справедливо нарек себя его наследником и де-факто продолжил линию наследования. Период Норманнов считается в истории Британии поворотным, ибо англичане оказались на краю гибели, англосаксов пинками выгнали из аристократии, английский язык подвергался преследованиям и почти весь Лондон общался на французском. Именно там находятся зачатки образования единого государства на острове. Ведь англосаксы в шоке от Норманов убегали в Шотландию и даже Ирландию, ибо независимые потомки кельтов хотя бы и были своими, а не пришельцами из Европы. Тем не менее, именно Норманны заложили в Британии основы феодализма и как такового единого государства. Появилось рыцарство, крестьян загнали в зависимость, а королевская власть укрепилась и вызывала страх. Если вкратце, ситуация была такой, что правили страной французы, но низшие слои населения были англосаксами, и даже когда Норманов из Англии вытурнули, заложенные ими основы жизни общества остались вплоть до позднего Средневековья. Там же осталась классическая неприязнь англичан к французам, которая, как вы знаете, в будущем выльется в десяток кровопролитных войн. Причем даже внутри страны, ибо вопрос культурной принадлежности в последующие столетия будет стоять очень остро, вызвав десятки разрушительных гражданских войн. Но для нас важно, что после Норманнов на сцену вышли Плантагенеты, которые, по иронии, снова были французами. Сама фамилия Плантагенет родом из Франции, и ее носил отец Генриха II, избранного в 1154 году. В первой половине правления Генрих держался молодцом. Он восстановил центральную власть, обложил феодалов налогами и на вырученные деньги нанял свою армию. Также английская корона через родственные связи начала владеть весомыми территориями во Франции. А попутно Генрих отхватил и Ирландию. Но к концу жизни Генриха на сцену вышел легендарный Ричард Львиное Сердце. Это его сын, который отметился подвигами в крестовых походах. Забавно то, что внутри Англии Львиное Сердце ненавидели всей душой, и он считается одним из самых бездарных королей. Ведь, во-первых, еще при живом Генрихе он вынудил короля стать вассалом Франции и вернуть ей территории. А во-вторых, собирая деньги на крестовые походы, Львиное Сердце жесточайшим образом отбирал у жителей Англии последнее. Позже, когда Ричард оказался в плену у Австрии, на выкуп вообще пришлось скидываться всей страной, забрав у каждого четверть дохода. В общем, романтический образ Львиного Сердца в реальности не так хорош. Лишь брат Ричарда, Иоанн, смог невольно сделать ситуацию лучше. При его правлении создали легендарную Хартию Вольностей. Речь о 1215-м годе, и с Хартией связана очередная ироничная история. Ибо создавать ее король Иоанн даже не думал, в страшных снах видя свободное и не обложенное налогами по самую макушку населения. Дело в очередных беззубых войнах англичан с Францией, на которые опять собрали кучу денег, настроили против себя Папу Римского и бездарно проиграли на всех фронтах. Уставшие от нищенской жизни население вместе с уставшими от налогов и беззакония баронами поставили королю ультиматум в виде подписания Хартии Вольностей. Она обозначала возможность наказания только после суда, разграничивала права и обязанности людей и принесла в хаотичную государственную систему Англии порядок. Теперь король не мог просто так повесить пол города или забирать у подданных имущество. Хартия пройдет тернистый путь, но ее отдельные статьи действуют и по сей день, являясь символом свободы и противостояния простых жителей тирании. Ну а что до Плантагенетов, дальнейшую жизнь и династии описывать не хочется. Это замкнутый круг из войн с Францией за территории, сменяющих друг друга королей, попыток нарушить Хартию Вольностей и междоусобных войн с восстающими против короны баронами. Короли изгоняли евреев, завоевывали Уэльс и изредка отмечались неплохими реформами. К слову, именно после завоевания Уэльса английские короли стали называть своих наследников принцами Уэльскими. И традиция живет по сей день. При Плантагенетах оформился парламент и расширились народные права. Но одновременно они влезли в дела Шотландии, где получили по голове. И, конечно же, развязали Столетнюю войну. В ее контексте важно понимать главную вещь. Вплоть до Генриха IV, ставшего королем в 1399 году, все короли Англии были либо французами, либо франкоговорящими. Генрих вообще стал первым королем, для которого английский был родным языком. А Столетняя война на секундочку началась за 60 лет до начала его правления. В 1337 году. И можно сказать, что пусть географически воевали две страны, но что там, что там, руководили всем французы. Вообще же термин Столетняя война слишком громкий. Мы упоминали, что описывать время Плантагенетов не хочется, ибо это бесконечный карнавал разборок за власть. Также и историкам надоело расписывать сотни конфликтов между Англией и Францией. Поэтому они не парясь объединили десятки маленьких в один большой, назвав его Столетней войной. И как мы уже упоминали, началась война не как битва двух государств, а как внутренняя разборка родственных династий. Началось с того, что английский король, как обычно, заявил о притязаниях на территорию Франции, а французы, в свою очередь, о притязаниях на территории Англии в Европе. Первый этап, длившийся 23 года до 1360-го, французы проиграли с треском. Причиной стала техническая отсталость и отсутствие регулярной армии как таковой. Каждый был сам за себя, в то время как англичане давным-давно имели средства на прекрасно обученных вояк. Карл V, король Франции, армию встряхнул, реформировал ее, по примеру, английской, и на втором этапе, длившемся до 1380-го, бриташек раздолбал в пух и прах. Те обиделись, перегруппировались и к 1420-му забрали почти всю территорию Франции. Ключ к успеху пехота, которая вытеснила дорогущих и малочисленных рыцарей. Ее обучать проще, платить ей надо меньше, и за короткий срок можно создать мощную силу. В общем, Франция заключила унизительный мир, по которому на бумаге английские короли носили титул королей Франции вплоть до 1801-го года. Но только на бумаге, ведь в реальности веское слово сказал французский народ, поднимавший восстание за восстанием. Одну из участниц событий вы прекрасно знаете. Это Жанна Дарк, под руководством которой полегло немало английских захватчиков. Пусть Жанну и казнили, но дело, начатое ей, завершилось тотальным успехом. В 1453-м англичане капитулировали, потеряв все территории в Европе, кроме крошечного порта Кали, который, впрочем, еще через сто лет также уйдет Франции. Ну а для нас важно то, что во время Столетней войны внутри Британии ничего не изменилось. Население свергло династию плантагенетов, выбрав ланкастеров. На тех, в свою очередь, взъелись йорки, начав популярную войну Алой и Белой роз. Продлившись с 1455 по 1485, она заключалась в битве двух династий за власть. И те, и те были потомками плантагенетов, но у ланкастеров на гербе красовалась Алая роза, а у йорков Белая. Главной причиной гражданки стала капитуляция в Столетней войне и последствия долгого конфликта, опустошившего казну. По итогам мира отпали и территории Франции, а с ними и лишние деньги. Если вкратце, за йорков был бизнес, дворяне и торговцы юга страны. А за ланкастеров отстал и север, и сторонники свободного феодализма. Война двух роз – тема для отдельного видео, и мы можем посоветовать отличный ролик канала Red Room. Но если вкратце, ничего, кроме хаоса, Англия она не принесла. Каждый прохожий нарекал себя королем, одно время вроде бы победили йорки, но стали править по чертежам ланкастеров, и их свергли их же союзники. Ланкастерам тоже не дали толком править, и все это сопровождалось расхищением казны, новыми налогами, постоянными грабежами, публичными казнями и прямым отжиманием территорий. В общем, классический такой феодализм. По итогам войны обе династии исчерпали ресурсы и свои жизни. И в итоге на английский престол взошел Генрих VII, который, будучи представителем ветви ланкастеров, не парился и провозгласил начало династии Тюдоров. Именно с этой даты, с 1485 года, можно сказать о превращении Англии в полноценное государство нового времени. Генрих закончил феодальные разборки усилив центральную власть короны. Народу все подавалось под соусом стабильности, что уставшие от бесконечных войн англичане приняли с радостью. Параллельно Тюдор поступил хитро, сместив фокус с потрепанной знати на буржуазию и торговые сословия. Бизнесу делались огромные поблажки, и торговля, наконец, расцвела. Генрих финансировал экспедицию в Америку и открыл Ньюфаундленд. Пусть периодически зверскими методами, но парень все же дал людям обещанное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Сын короля Генрих VIII продолжил курс по пани. При его правлении с 1509 по 1547 года произошло сразу несколько событий. Во-первых, из-за развода с Екатериной Арагонской короля отлучили от католической церкви. Это тоже интересная история, напрямую связанная с очаровательной Анной Болейн, на которой Генрих позже женился, а еще позже казнил ее за измену. Ну а для страны это вылилось в реформацию, ибо не желая мириться с властью папы, Генрих провозгласил себя главой английской церкви. Его дочь от брака с госпожой Арагонской позже пыталась все вернуть путем репрессий, за что получила прозвище «Кровавая Мэри». Но в итоге английская церковь все же стала самостоятельной, и в стране оформилось протестантство. Пусть Генрих и Мэри отметились незавидными делами, но к их чести на курс Генриха VII они влияли слабо. Флот, торговля и мирная жизнь продолжали развиваться. И апогеем этого стало правление Елизаветы I, дочери VIII Генриха и Анны Болейн. Взойдя на престол в 1558, она правила целых 45 лет, которые войдут в историю как золотой век Англии. Шекспир, Бейкон и Марлоу ознаменовали культурный бум, создание Ост-Индской торговой компании – бум торговый, а победа над непобедимой испанской армадой – бум военный. Все, к чему прикасалась Елизавета, взлетало, и даже традиционных для Англии гражданских войн ей удалось избежать. Ведь, с одной стороны, Елизавета продолжила курс отца на реформацию, а с другой – разрешила католикам молиться. Также, в отличие от большинства монархов, Елизавета не преследовала сторонников покойной сестры Кровавой Мэри. И с первых же дней вела себя очень мудро. О придворных делах лучше расскажут женские сериалы. А мы сосредоточимся на том, что при Елизавете правительство выделило колоссальные средства на покупку и постройку фабрик. Валявшийся никому не нужным флот модернизировали, а экспедиции в новый свет слали одну за одной. В том числе и пиратские, ибо Фрэнсис Дрейк, Джон Хокинс и прочие корсары знатно насиловали испанские и прочие корабли, будучи вроде бы независимыми, но на деле получая указы и финансирование от королевы. При Елизавете началась не только промышленная революция, но и революция благосостояния. Простые люди наконец перестали есть из деревянных тарелок, в домах появлялись камины, а стекла стали обычным делом. Но разумеется, одним из главных свершений королевы считается победа над испанцами. Помните Кровавую Мэрию, сестру Елизаветы? Ее мужем был король Испании. Он предложил Елизавете брак, но та отказала, обострив противоречия. Которых было достаточно, ведь Англия и Испания были мощнейшими странами Европы. Апогеем стала борьба Нидерландов за независимость, где повстанцев поддерживала Англия, а владела страной Испания. Елизавета действовала осторожно, но перед угрозой доминации Испании на континенте перешла к решительным действиям. И несмотря на широко распространенное мнение, закончилась англо-испанская война нейтрально. Да, победа над непобедимым испанским флотом у англичан была. Но в 1604 году, уже после Елизаветы, ее ставленник Яков I подписал довольно равноправный мир. Ибо казна все же не резиновая, да и поражений у английского флота также было предостаточно. Ну а для нас важно то, что Яков I, сменивший Елизавету, начал новую династию Стюартов. Ее отличительная особенность в том, что Яков одновременно был королем Шотландии и Ирландии, впервые в истории объединив все три короны воедино. К сожалению, в остальном, что Яков, что его сын Карл, уроков истории не выучили. Парламент распустили, а правители закономерно собирали власть в свои руки, вновь начав процесс обесправливания населения, вроде бы пройденный давным-давно. А заодно на противоречие между католической и протестантской церковью, которым Елизавета уделяла огромное внимание, ее наследники забили. Разлад начался и здесь. Вишенкой на торте стала попытка королей подмять под себя относительно свободную буржуазию и торговцев. В итоге комбинация факторов и вызвала революцию, которую чаще называют не революцией, а полноценной гражданской войной. С одной стороны выступал парламент и сторонники устранения церковной иерархии под руководством Оливера Кромвеля, желающие свобод. А с другой, разумеется, король, хотевший абсолютной власти над всеми сферами жизни. Как это всегда и было в истории Англии, сторонники прогрессивных идей победили. Кромвель создал новый вид армии с пикинерами, мушкетерами и кавалерией, которая дважды унизила войска Карла. В итоге монарх был казнен в 1648 году, а Англия провозглашена республикой. Управлять страной стал госсовет, который первым делом расширил права буржуазного класса, запретил церкви вмешиваться в политику и даже одержал пару успешных войн, в течение которых была присоединена, к примеру, Ямайка. Только вот была у итогов английской революции очередная ирония, ибо поборов монархию, Оливер Кромвель сам превратился в диктатора. Он разгонял парламент по желанию и принял должность лорда-протектора, которая от короля отличалась только названием. В общем, продержалась система до смерти Кромвеля, и после очередного периода анархии парламент и буржуазия с радостью встретили Карла II, наследника опального короля. Он вошел в Лондон с торжественной церемонией, и монархию восстановили, с условием, что свободы гражданам Карл не отменит и не будет перечеркивать итоги революции. Угадайте с двух раз, что сделал реставрированный король Стюарт. Разумеется, казнил бывших революционеров, отменил большинство законов и снова начал собирать власть. А его сын Яков II, как в старые добрые, распустил парламент, вызвав очередную революцию. По ее итогам, англичане с овациями встретили нового короля Вильгельма Аранского, прибывшего из Голландии. Колесо Сансары дало поворот, парламент снова получил права, верующие получили акт о веротерпимости, а страна вздохнула спокойно. Но главным достижением отметилась дочь Вильгельма, Анна. Дело даже не в войне за испанское наследство, где англичане урвали кучу колоний в Северной Америке и победили Францию, став гегемоном на море. Дело в образовании в Великобритании. В 1707 году был принят акт об унии, который, наконец, объединил Англию и Шотландию в одно государство. Ну а после Анны, не оставившей наследников, началась династия Ганноверов. В 1714 году престол занял Георг I, и в следующие сто лет управляли Великобританией этнические немцы, которые и по-английски-то не всегда говорили. Причем все до одного звались Георгами, менялись лишь цифры. И как в старые добрые под руководством выходцев из Германии дела пошли хорошо. В Северной Америке колонии хоть и были утеряны, но Австралия, Африка, Индия и прочие владения лишь расширялись. Георги последовательно отдавали власть парламенту, расширяя свободы бизнеса. Поэтому Великобритания одной из первых пережила промышленную революцию. Британцы изобрели паровой двигатель, предельные машины, перешли на каменно-угольный кокс, и фабрики вырастали как грибы. Важно понимать, что до XVIII века Англия была обычной среднеразвитой страной. Именно в эпоху Ганноверов британцы начали снабжать товарами весь мир и производили чуть ли не половину мировой промышленной продукции. С 1740 по 1850 население страны увеличилось в три раза. А другое важное изменение, отличавшее Великобританию от всего мира, появление огромных городов и урбанизация. Ну а попутно Георги присоединили Ирландию, наваляли Наполеону и построили первую в мире железную дорогу. Из Ливерпуля в Манчестер в 1825 отправился поезд, что, как вы знаете, изменило планету. Грубо говоря, не будет в корне неверным утверждать, что до промышленной революции Англия была крепким, но все же среднестатистическим государством со своими взлетами и падениями. А вот после страна превратилась в гегемона, что особенно проявилось во времена легендарной королевы Виктории. На престол она взошла в 1837 и усилиями Георгов к этому времени Великобритания уже была конституционной монархией с весьма ограниченной властью королей. Но, несмотря на символичность власти, Виктория авторитетом давила на кабинет министров и отметилась в истории чуть ли не самой любимой в народе королевой. При Виктории появилось понятие среднего класса. Даже в домах бедняков начали появляться водопровод и канализация. Лондон стал столицей мира благодаря метро, театрам и бизнес-центрам. Разумеется, нельзя закрывать глаза на то, что в викторианскую эпоху англичане насиловали всю планету. Были покорены Индия, Египет, Кипр, а ресурсы из колонизированных регионов шли в метрополию в промышленных масштабах. Это до сих пор предмет споров историков. Некоторые считают, что своим величием викторианская Англия обязана лишь вывозом ресурсов и эксплуатируемому населению колонии. Но есть и противники, которые указывают на то, что и внутри Британии производилось достаточно всего. А экспансия – это не причина развития, а его следствие. Нам это не так важно. Важно, что правило Виктория долгих 63 года. Королева Елизавета, к слову, недавно побила этот рекорд, отправив Викторию на второе место. К концу правления последней ситуация в Великобритании была так себе. С одной стороны экономика по-прежнему процветала, но с другой Египет, Южная Африка и прочие колонии одна за другой поднимали восстание. О войне с Афганистаном вы знаете из нашего прошлого видео. Ну а на самое сладкое разворачивалась большая игра против российской империи за колонией в Азии. Это история для отдельного видео, но если вкратце, ситуация похожа на холодную войну. И многие даже считают, что революция в России – это финальный аккорд большой игры. Ибо провернули ее британцы, но если вкратце, кризис колонии давала себе знать. И в 20 век Великобритания вошла на коне, но немного потрепанным. Историю Первой мировой вы наверняка знаете. Англия победила и здесь. И Серебряный век страны закончился. Отметившись выдачей женщинам права голоса, установлением максимальной длительности рабочего дня и запретом детского труда, окончательно надкололась Британия после мирового экономического кризиса 29-33 годов. Четверть британцев потеряли работу, промышленное производство обрушилось, и все национальные конфликты обострились. И при Георге V, начавшем династию Виндзоров, было образовано британское содружество. Произошло это в 1931-м под влиянием антиколониальных настроений. Индия, Канада и прочие британские владения де-юре получили независимость. Но де-факто продолжали управляться короны. Из-за многочисленных проблем британцам было банально не до Гитлера. И правительство Чемберлена в 30-х годах провозгласило так называемую политику умиротворения амбиций Германии. К чему это привело, вы прекрасно знаете. На Второй мировой подробнее останавливаться не будем, как и на Холодной войне, ибо об участии Британии в этих конфликтах у нас есть отдельное видео. Нас интересует непосредственно история Британии. И там все пошло наперекосяк. Колонии откалывались, и весомая их часть отказывалась вступать в британское содружество на любых условиях. Ушли Индия, Бирма, колонии в океане, Ирландия, Египет потеряли еще раньше. А те страны, что числились в империи, давно проводили самостоятельную политику. Усугубляло ситуацию то, что роль гегемона Британия терять не собиралась. И продолжала финансировать войнушки в Корее и все прихоти США. Это привело к глубокому кризису, из которого страну вывела Маргарет Тэтчер. Железная Леди еще сильнее сблизилась с США, приватизировала экономику, сократила уровень безработицы и снизила ставки по кредитованию. Но Тэтчер отметилась и постоянными битвами с профсоюзами и непопулярными налогами, что в итоге привело к ее отставке. С 1990-го Великобритания вошла в современную эпоху, событие которой вы наверняка знаете. Мы лишь отметим, что британское содружество бывших колоний никуда не делось и по сей день. Формально корона управляет как Австралией, Канадой и Индией, так и менее известными Мозамбиком, Руандой и ЮАР. Всего в содружестве живет больше двух миллиардов человек. И очень забавно в контексте истории то, что во второй половине 20-го века активные попытки туда вступить принимала Франция. Страна, которая всю историю воевала с Англией, даже планировала объединиться в одно государство. Но не срослось. Да и содружество сейчас скорее кружок по интересам, чем реальная государственная сила. Тем не менее глупо считать, что Великобритания со всей ее мощью и связями по всему миру прошла пик своей силы. Ибо история этой страны демонстрирует, что периодически британцы умеют поднять голову и навести шороху. До новых встреч, друзья!